Первым делом, с прозрачного экрана необходимо удалить защитную пленку. Сделать это нужно с обеих сторон. После этого прозрачный экран надевается на рамку. Нужно вдавить каждый из выступов на рамке в отверстие на экране. Фиксация осуществляется за счет тугой посадки. Клик, клик. Получился такой вот защитный щиток. И вот таких щитков, друзья, в апреле и мае 2020 года у нас получилось чуть больше 4000. Наверное, это меньшее, что мы могли сделать, чтобы поддержать врачей, медицинских сестер и братьев. Всех тех, кто в эти месяцы буквально был на передовой. Мы изготавливали защитные щитки всеми доступными нам методами и передавали их медикам. Естественно, передавали безвозмездно. Очевидно, эта битва еще не завершена, и мы продолжим производство защитных щитков и дальше. Нужно признать, в определенном смысле нам повезло. Ковид в Россию пришел чуть позже, чем в Европу и США. У нас была возможность пользоваться чужим опытом. Дефицит средств индивидуальной защиты проявился очень быстро и проявился в, казалось бы, самых подготовленных странах, например, Германии или США. И замечательно то, что ответ на этот новый вызов пришел со стороны мейкерского сообщества. В мире появилось огромное количество open-source проектов, различных средств индивидуальной защиты, прежде всего лицевых щитков. В ход пошли 3D-принтеры и лазеры. Заработало то самое распределенное производство, о котором мы мечтали, о котором мы так много говорили. Приятно, что Россия не стала исключением. Russian makers подключились к общему делу. Естественно, FabLab Москва не мог остаться в стороне. Мы делали, делаем щитки разных моделей, но самой массовой для нас стала модель FLMFS. И мы хотим рассказать и показать, как мы ее делаем. Как вы уже видели, щиток состоит из двух деталей. Прозрачного экрана и рамки или ободка. Вот ободки мы делаем с помощью нашего злого и быстрого ЧПУ фрезерного станка. В заготовке из полиэтилена сверлится сетка монтажных отверстий. Каждый будущий щиток, точнее рамка, крепится к жертвенному столу с помощью трех саморезов. Теперь, когда заготовка жестко зафиксирована, тем же сверлом добавляем еще отверстие. На этот раз разгрузочных. Сверло вращается на скорости 4000 оборотов в минуту и входит в заготовку сразу на всю глубину. Вот примерно за 9 минут в заготовке появляется еще 624 отверстия. Эти отверстия нужны для того, чтобы сделать жизнь фрезы, то есть следующего инструмента, чуточку проще. Кроме того, такая сверловка дает нам лучшее качество поверхности в основании выступа в будущей детали. Ну и последняя операция на нашем ЧПУ-монстре, это собственно фрезерный раскрой. Фреза диаметром 3 мм с выбросом стружки вверх, единственным проходом заглубляется на всю толщину заготовки. Это, кстати, 6 мм. Ну и довольно решительно описывает траектории наших деталей. Да, фреза у нас однозубая. Фреза, естественно, цельно-твердосплавная. Вращается на скорости 18000 оборотов в минуту. И реальная величина подачи достигает порядка 80 мм в секунду. На одну рамку уходит 31 секунда. И в итоге с заготовки метра на полтора мы снимаем 52 готовых рамки. Ну, точнее, почти готовых. После ЧПУ наши детали имеют четкие острые кромки, в том числе и в месте прилегания рамки к колбу. Соответственно, эти кромки мы скругляем. В принципе, эту операцию можно было бы делать и на ЧПУ-станке, но, чтобы закруглить кромки с двух сторон, необходимо было бы переустанавливать детали. Поэтому проще и веселее использовать для этой цели установленный в стол обычный ручной фрезер. Мы замачиваем рамки на несколько часов в растворе хлорокислородных соединений. Полоскаем и сушим. Таким образом, с поверхности рамок удаляется пыль, ну а заодно и вирусы с микробами. Параллельно мы изготавливаем прозрачные экраны. Здесь уже в ход идет машина лазерной резки. В нашем случае это аппарат со 100 Втной CO2 трубкой. Качественные материалы мы используем листы PET толщиной 0,3 и 0,5 мм. Примерно за 2,5 минуты лист превращается в 8 экранов. Ну и последнее, что нам остается, упаковка. Обычно в пакете оказывается одна инструкция, 10 экранов, 10 рамок. Бонусом идут разгрузки для ушей, также известные как заколки для медицинских масок или Ear Savers. Ну вот, собственно и все. И вот, все. Готово. Спасибо. Спасибо.